Это сообщение полной надежды от ваших ангелов-хранителей о ком-то, кто недавно стал свидетелем вашего удивительного личного триумфа. Этот человек искренне восхищен тем, что вы достигли, превзойдя все ожидания. Он задается вопросом, как вам это удалось, и может ли он чему-то научиться у вас. Ангелы утверждают, что такие необыкновенные моменты триумфа не случаются каждый день, что делает их еще более волнующими, когда они происходят. И это еще более редко, когда кто-то становится свидетелем ваших достижений и глубоко вдохновляется, но именно так случилось с этим человеком. В день, который, казалось бы, был для вас совершенно обыденным, вы сделали нечто гораздо более выдающееся, чем вы можете себе представить, особенно в глазах этого особого человека. В тот решающий момент он был настолько поражен вами, вашими способностями и достижениями, что был восхищен. Он не только не мог поверить в то, что вы сделали, но и задавался вопросом, как вам это удалось, и может ли он научиться сделать что-то подобное, следуя вашему примеру. Повторю еще раз, этот человек не может поверить в замечательное достижение, которое вы выполнили, и стремится научиться, как и он может достичь подобного результата. Часто наши собственные триумфы кажутся великими только в наших умах. Мы можем объективно признать величие наших достижений, достигнутых с трудом и решимостью, но иногда нам трудно видеть их как нечто необыкновенное. Кажется, будто мы смотрим на свои достижения сквозь линзу, которая не подчеркивает их истинную ценность и блеск. Это расхождение между нашим самоощущением и вдохновляющей реальностью наших достижений может быть общим парадоксом человеческой природы, и вы можете это испытывать сейчас. В такие моменты нам часто нужен взгляд со стороны, чтобы получить другую перспективу. Тот, кто не обременен ограничениями личной скромности, может более легко увидеть скрытое величие в наших кажущихся обыденными достижениях. В данном случае человек, о котором идет речь в этом сообщении, один из таких внешних наблюдателей. Как маяк во тьме, он может пролить свет на величие, которое вы, возможно, недооцениваете. Его восхищение действует как зеркало, отражая обратно вам важность ваших достижений, которые вы, возможно, несправедливо пренебрегаете. Если вы обратите внимание на реакцию этого человека, вы можете увидеть свои достижения в совершенно новом и ярком свете. И если это недостаточно, его искреннее желание учиться на вашем примере добавляет к его восхищению. Его интерес к получению идей и мудрости из ваших опытов – это явное проявление уважения к вашим достижениям и подчеркивает его веру в исключительную природу вашего достижения. Это любопытство не просто пассивное ценение, это активное стремление к знанию и вдохновению, что еще более доказывает замечательное воздействие, которое вы оказали на него. Однако даже при всем этом факт того, что кто-то с таким уважением смотрит на вас, может вызывать смешанные эмоции, включая легкое беспокойство. Возможно, вам кажется удивительным или даже пугающим, что ваши действия оказали такое глубокое влияние на чью-то жизнь. Быть воспринятым как образец или источник вдохновения может нести в себе определенную ответственность и уязвимость. Как человек может чему-то научиться у того, кто сам не уверен, как достиг такого впечатляющего результата? Здесь ваши ангелохранители хотели бы побудить вас отойти на шаг назад и попробовать взглянуть на свой собственный путь с другой точки зрения. Ведь в разные моменты вашей жизни и вы, возможно, обращались к другим за направлением и вдохновением. Возможно, воспоминание об этих моментах может объяснить реакцию этого особого человека. Поэтому спросите себя, что могло заставить этого особого человека поступить так? Какие потребности он мог испытывать, чтобы вдохновиться вашими шагами? Прежде всего, самый важный вопрос, который вам нужно задать себе – почему вы сомневаетесь в своем потенциале к величию? Возможно, это скромность, исходящая из признания величия других, что иногда может затмить ваш собственный потенциал. В конечном итоге это общая человеческая тенденция быть впечатленным достижениями тех, кого мы восхищаемся, что делает наши собственные достижения менее значимыми. Или это может быть страхом взять на себя ответственность, которая сопровождает статус источника вдохновения для кого-то. Вес этих ожиданий может быть пугающим. Однако, независимо от их источника, исследование и понимание этих сомнений может быть трансформационным шагом вперед. Когда эти сомнения сталкиваются, они могут стать катализатором для личного роста, служа как ступеньками к полному осознанию своего потенциала и признанию положительного воздействия, которое вы можете оказать на тех, кто вас восхищает. И поскольку Вселенная желает, чтобы вы исследовали свой потенциал и достигли успеха, она поддержит вас таинственными способами, если вы открыты этому. Если вы позволите вашему сердцу быть открытым для тонких шепотов Вселенной, вы можете найти необходимое вам утешение, чтобы верить в себя. Иногда эти космические совпадения проявляются в случайных встречах, таких как знакомство с кем-то, кто разделяет с вами схожую историю, укрепляя убеждение, что вы не одиноки. В другие моменты могут возникнуть неожиданные возможности, которые идеально сочетаются с вашими страстями и талантами. Эти моменты – способ Вселенной сказать вам, что вы способны на нечто необыкновенное. Что еще важнее, часто Вселенная посылает сообщения через людей, входящих в вашу жизнь, людей, которые предлагают поддержку, поощрение и непоколебимую веру в ваш потенциал. Таких, как этот особый человек, который недавно вдохновился вами. Эти люди – живые напоминания того, что вы действительно способны на великое. Их присутствие является доказательством положительного воздействия, которое вы оказали на них. И как лучше исследовать свой потенциал, чем через тех, кто вас обожает и ценит вашу ценность. Глубже исследуя причины, по которым этот особый человек был так движим и вдохновлен вами, и учитывая, что, возможно, он поделится этими причинами напрямую с вами в какой-то момент, не забывайте, что Вселенная и ваши ангелы-хранители на вашей стороне, побуждая вас обембрейс ваше внутреннее величие и ваше влияние на других. Я хочу закончить молитвой для вас. Господь, смиренно просим о тех, кто может сомневаться в своей собственной яркости и в глубоком воздействии, которое они оказывают на других. Дайте им ясность, чтобы видеть свои достижения глазами тех, кто вдохновлен их триумфами. Помогите им принять ответственность и потенциал, который сопровождает роль источника вдохновения. Помогите им преодолеть сомнения, зная, что Вселенная сговорится, чтобы поддержать их личный рост. Пусть они найдут утешение в случайных встречах и в непоколебимой вере тех, кого они касаются. Аминь. Примите эти слова как стимул и мотивацию для вас. Принятие своего потенциала приносит пользу не только вам, но и создает более вдохновляющий мир для всех. Введите 555, чтобы принять это сообщение и благословение, содержащееся в нем. Попробуйте оставить положительный комментарий для других, которые могли бы понадобиться поддержка и позитивное воздействие в свой день. Вселенная видит это как акт доброты, который питает цикл хорошего кармы. Давайте поднимем друг друга и создадим вместе волны хорошей энергии. Не забудьте подписаться, поставить лайк и поделиться в группах, чтобы больше людей могли получить это важное сообщение и изменить свою жизнь. Пусть мир, любовь и руководство Святым Духом будут с вами на каждом шаге вашего пути. Аминь. Знали ли вы, что есть изображение вашей возможной родственной души, которую вы можете исследовать прямо сейчас? Это может быть кто-то, кого вы уже знаете, или кто-то, кто войдет в вашу жизнь. Нажмите на ссылку в описании, чтобы понять, о чем я говорю. Не упустите важное сообщение, которое ждет вас в следующем видео. Пусть Вселенная ведет вас с любовью и глубокой верой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok